Мы смотрим по ситуации, смотрим на активность населения, поэтому многие регионы пошли уже по пути введения обязательной вакцинации, поэтому если вопросы распространения инфекций, занятости коечного фонда будут нас настораживать, а мы уже близки к этому, то я думаю, что соответствующие меры будут приняты. Пока же речь идет только о QR-кодах, которые начнут действовать на территории региона с 18 октября при посещении культурных и спортивных мероприятий. При этом никакие справки не смогут их заменить. Мы обсуждали этот вопрос и все-таки любая справка порождает возможность ее фальсификации, поэтому QR-код это совершенно надежное подтверждение вакцинации, гарантия того, что если мы приходим на какое-то массовое мероприятие, это все-таки те люди, которые действительно вакцинировались и это подтверждено документом в электронном виде. Вакцинация – единственный способ остановить распространение инфекции, говорит первый заместитель губернатора. Но, к сожалению, южноуральцы не горят большим желанием иммунизироваться. На сегодняшний день в Челябинской области привито 35% населения. Пока мы не фиксируем какого-то скачка по вакцинации, мы идем также примерно в числе 3000, чуть меньше, где-то вот в этих цифрах по ежесуточно и где-то там около 1600-2000, это вторым компонентом. Мы где-то 43-й в стране по темпам вакцинации, но в любом случае, если говорить в целом, то вакцинации у нас недостаточно, если говорить о той иммунной прослойке, которая необходима. Между тем, вакцины более чем достаточно, говорит Ирина Гехт. На сегодняшний день в остатках более 400 тысяч доз. И каждый желающий сможет получить прививку, в том числе и спутник «Лайт». Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе напряженная. Рост заболеваемости фиксируется ежедневно. И чтобы на Южном Урале не появились более жесткие ограничения, медики и власти призывают всех иммунизироваться. Наталья Кудряшова, Владислав Шмаренков, Урал-1.